Модернизация по-китайски. Си Тиньпин переизбран на беспрецедентный третий пятилетний срок председателем КНР и главой Центрального военного совета. Произошло это на третьем пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Как говорят эксперты, такое развитие событий в Поднебесной было ожидаемо как минимум с осени прошлого года, когда 20-й съездком партии Китая переизбрал его на должность генерального секретаря Центрального комитета коммунистической партии. Зачем что-то менять в стране, которая демонстрирует колоссальные достижения? Выполнена одна из столетних целей. В стране построено так называемое общество среднего достатка. Все население удалось вывести из-за черты бедности. По данным Всемирного банка, за время нахождения СИ на вершине власти, китайский ВВП вырос с 9,5 до 18 трлн долларов, то есть фактически удвоился. Можно предсказать, что в ближайшие пять лет китайская экономика станет номером один в мире и в абсолютных значениях. Если по размеру экономики КНР пока уступает США, то в научно-техническом развитии по многим показателям уже опережает. По данным Австралийского института стратегической политики, Китай лидирует в 37 из 44 передовых технологий, охватывающих оборону, космос, робототехнику, энергетику, окружающую среду, биотехнологии, искусственный интеллект, передовые материалы и ключевые области квантовых технологий. Ведущее положение Китая – это результат продуманного плана и долгосрочного политического планирования, как неоднократно подчеркивала Си Диньпином и его предшественниками. Ключевой областью, в которой Китай преуспевает, являются оборонные и космические технологии. Кстати, один пояс, один путь – это именно инициатива Си Диньпина. Благодаря ей Китай на многие годы получил и рынок сырья, и рынок сбыта. Страны, которые вошли в программу пояс и пути, уже обеспечивают 30% объема внешней торговли КНР. Сейчас общий объем внешней торговли Китая превышает 6 триллионов долларов. В том числе 190 миллиардов – это китайско-российский товарооборот. В международном плане Китай делает акцент на развитие связей с глобальным югом и, конечно, с Россией в рамках таких структур, как Шанхайская организация сотрудничества, ШОС и БРИКС. Продолжается укрепление национальных валют, перевод в них межнациональных платежей и уход от доллара США. Однако ключевым вопросом в третий срок Си Диньпина станет решение проблемы Тайваня. С нами на прямой связи директор Института страны Азии Африки МГУ имени Ломоносова, профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов. Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте. После объявленных решений на Всекитайском собрании народных представителей ваши ожидания оправдались? Да, никакой, честно говоря, интриги здесь не было, потому что и то, что касается планов правительства и вообще развития Китая, и то, что касается непосредственно состава руководства Китая, здесь действительно никаких неожиданностей не возникло. Скорее была важна сама вся тональность, то есть, насколько жестко будет сделано заявление и по поводу экономического развития Китая, по поводу партнеров, друзей, недругов, или насколько вообще Китай собирается переждать вот эти бурные геополитические кризисы, или, наоборот, будет активно пытаться их регулировать. Но мы видим, что Китай взял очень жесткую счастье в линию, и очевидно, что те решения, которые были на 20-м съезде КПК в ноябре 22-го года, они воплотили сейчас на Всекитайском собрании народных представителей. У Си Цзиньпина очень мощная, единая команда, и вот этой знаменитой китайской системы сдержек и противовесов мы сейчас уже не видим, по сути, делая такой единый прорывной кулак. Ну и, наконец, мы, конечно, понимаем, что то, что Си Цзиньпин переизбран на третий срок, это та вещь, которой, собственно говоря, китайское руководство и стремилось, потому что подавляющее большинство планов развития Китая, особенно в нынешней ситуации, они задуманы до 2035 года, есть планы до 2049 года, и на прописанные. И поэтому мы видим, что, что бы ни говорили, как говорится, китайские недруги, действительно, общество мнения консолидируется вокруг того, что Си Цзиньпин должен продолжать оставаться у власти. Какие задачи теперь стоят перед руководством Китая, и какое место в этом перечне занимает проблема Тайваня? Китай немного по-другому оставляет приоритеты, чем нам кажется. Самое главное, это то, что было и в докладе Си Цзиньпина, и других китайских лидеров, это слово «развитие». И развитие в смысле Китая. И не только вот эти 5% роста ВВП, я думаю, что Китай сможет больше, кстати говоря, к концу года. Больше всего удалено внимание созданию новых рабочих мест, потому что это сейчас очень многих Китая волнует, и речь идет о рабочих местах для молодежи, потому что как раз только молодежь и сейчас способность сделать вот этот прорыв в Китае. Во-вторых, это очень большое внимание научно-техническому прогрессу. И Китай в лоб говорит и не отрицает того, что главный сейчас конкурент Китая – это США, и надо необходимо обгонять США по многим параметрам науки и технологий. Речь идет и об искусственном интеллекте, дополненная реальность, фарминдустрия, биофарм и так далее. И, наконец, уже как интегральная часть этого развития – это решение проблемы Тайваня. Причем мы видим, что Китай пытается решить ее не столь примитивно, как представляется некоторым наблюдателям, то есть взять, грубо говоря, и атаковать Тайвань, а пытается создать ситуацию, при которой Тайваню просто невыгодно будет так или иначе противостоять Китаю. С одной стороны, Китай вкладывает очень сейчас много денег в национальную оборону и в национальную безопасность. Это две разных статьи, причем, я думаю, что это далеко не все расходы, поскольку целый ряд расходов запрятан в другие статьи. Но плюс к этому Китай предлагает держать окно возможностей с Тайванем открытым и продолжать переговоры по экономическим и торговым вопросам. Потому что, судя по всему, ни китайское руководство, ни тайваньское руководство, ни тайваньский бизнес не хотят переходить к горячей стадии взаимоотношений. В то время как, конечно, для США крайне выгодно втянуть Китай в эту азиатскую воронку кризиса, так чтобы Китай там надолго увяз. Ну и, как следствие, Китай рассматривает тайваньскую проблему как часть глобальных проблем. И случайно, неоднократно, Си Цзиньпин говорил о том, что Китаю еще придется противостоять ветрам. Ну а министр основных дел Китая Чинган сообщил о том, что есть некая невидимая рука, которая мешает умиротворению кризиса. И при этом Китай держит свои окно возможностей или переговоров открытыми. То есть, таким образом, Китай все-таки старается повлиять не отдельно на тайваньскую ситуацию, не отдельно на европейскую ситуацию. Объяснить миру, что есть кризис. Кризис может стать неуправляемым. И тогда вот эту действительно воронку кризиса свалятся десятки стран, в том числе и те страны, которые этот кризис создают. А в этих непростых геополитических реалиях, о которых вы только что рассказали, что из себя представляет китайская модернизация экономики? Китай полностью, скажем так, исчерпал модель, которую обычно принято называть ДНС-Алпиновской. То есть, та модель, которая базируется на дешевой рабочей силе, когда десятки стран, сотни компаний размещали. И, кстати говоря, продолжают размещать заказы в Китае, потому что это дешево. На создании удобной системы вертикальной интеграции, открытости рынков. Но самое главное все было, базилось на том, что все дешево, и Китай в данном случае является крупнейшей мировой фабрикой. Сейчас ситуация изменилась, потому что Китай не хочет продолжать быть просто мировой фабрикой, а хочет производить, во-первых, новые технологии, и тем самым соревноваться с США, с Великобританией, с Японией, с Южной Кореей. А, во-вторых, производить новые смыслы и тем самым влиять на геополитическую ситуацию. Поэтому новая модель – это приключение с массового товарного производства, высокотехнологичное производство. И в этом плане Китай становится центром новых производственных технологий. И, во-вторых, конечно, это влияние Китая через инвестиции, через логистические структуры на экономики других стран. Причем не только на США и Европу, что, в общем, и вызывает противостояние, но и на страны Африки, Латинской Америки, Центральной Азии. И это гигантская глобальная модель, которая требует не просто больших усилий, но тончайшей настройки экономики. Китай начал впервые сейчас понимать, что многие экономические модели, которые он предлагает, вызывают отторжение. В том числе и у многих стран, не только у США. И более того, Китай становится пугалкой, так сказать, для многих экономик. И поэтому Китаю придется, это еще одна часть перестройки, правильно рассказывать о себе, то есть создавать новый политический нарратив. Неслучайно сейчас в бюджете заложены очень большие деньги на создание новой китайской дипломатии. По сути дела, для разъяснения новых тенденций Китая. Наконец, Китай продолжает сейчас перестройку своей науки и образования. И образование в Китае перестраивается не с точки зрения того, сколько ли на лет надо обучаться, а с точки зрения содержания образования. И Китай этим очень серьезно занимается. Воспитание молодежи, воспитание молодежи в интернете. Вот это все часть глобальной перестройки, поскольку, еще раз повторюсь, старая модель уже в нынешних условиях не работает. А изменения или переформатирование китайской экономики в условиях осложнения отношений США? Какое влияние может оказать на развитие мира? Китай не просто большая страна, которая многое покупает и продает. Китай – это крупнейший еще и потребитель. Потребитель энергоресурсов, потребитель продуктов питания. И поэтому многое, что происходит в Китае, масштабируется практически на все страны мира. Поэтому то, что Китай предлагает, хотя он и так это не называет, это геополитическая концепция. И у Китая есть названия для этого, например, «Единая судьба человечества», «Поиск и путь». Но эти названия не очень понятны для западного наблюдателя. А поэтому нам кажется, что у Китая нет каких-то глобальных новых идей. В этом плане очевидно, что если китайский план удастся, если Китай будет развиваться, во-первых, мы увидим в ближайший уже год взлет мировых рынков, увеличение мировой торговли. Это выгодно абсолютно всем, в том числе и России. Во-вторых, конечно, Китай не хочет быть частью какой-то чужой другой модели. В данном случае англосаксонской. Ни финансовой, ни военной, никакой иной. Как следствие, Китай будет выстраивать свою модель союзических отношений, военно-политических союзов. И опять-таки очевидно то, что мы сейчас видим через заявление и министра на страхах дела Китая, и Си Цзиньпина. Россия здесь играет и будет играть очень важную роль именно в военно-политических отношениях. Наконец, третий момент. Китай, очевидно, выступает за многополярность. Причем многополярность не только в политике, но и в экономике, в различных центрах технологий. Поэтому я думаю, что мы еще увидим, что интерес к технологическому развитию, к обеспечению многих процессов от лечения до обучения искусственным интеллектом, это еще одна из вещей, которые будут стимулировать Китай. Но еще я напомню, что, собственно говоря, Китай сам по себе просыпается после локдаунов. И огромное китайское население очень привлекательно с точки зрения инвестиций, взаимодействия. Поэтому такие сектора, как туризм, как, например, производство новых автомобилей, электромобилей, как, например, производство лекарственных препаратов, создание каких-то бытовых сетей в Китае тоже привлекают часть многих инвесторов. То есть открытость Китая будет способствовать вообще оживлению рынков. А скажется ли решение, принятое в ходе двух сессий на российско-китайском сотрудничестве в экономической и технологической сферах? Строго говоря, и да, и нет. Потому что, с одной стороны, отношения между Китаем и Россией абсолютно стабильны, они развиваются по восходящей линии. И, несмотря на потенциально некоторые трения, Россия и Китай очень хорошо находят общий язык друг с другом. Более того, против России и Китая противостоят одинаковые системы вызовов, одинаковые попытки снять и Россию, и Китай, так сказать, с игровой тоски, попытки уменьшить, преименьшить их роль и в истории, и в развитии. Поэтому это тоже является важным объединительным фактором. Наконец, Россия и Китай имеют практически общие взгляды на ряд геополитических проблем, в том числе на проблемы развития стран Африки и Латинской Америки и Азии, на открытость торговли, на бессанкционную, бесшовную политику. В общем, здесь ничего, казалось бы, нового нет и не будет. Но есть и изменения. Во-первых, конечно же, недопуск китайских товаров на внешние рынки во многом переключает часть товарной массы на российские рынки. Мы увидим рост, причем заметный рост российско-китайской торговли. Я думаю, что процентов на 15, а то и на 20 вырастет торговля. Во-вторых, мы надеемся, и это как раз нынешние события стимулирует, на увеличение инвестиций из Китая в Россию, причем инвестиции в стратегически важные области, прежде всего высокотехнологичное производство, что для России, конечно, сейчас очень важно. В-третьих, мы увидим усиление укрепления военно-политических связей. И не исключено, что Россия и Китай постепенно подходят к разработке новой комплексной системы защиты своих территорий, которые так или иначе как бы сопрягаются и сополагаются. Наконец, мы увидим совместное заявление о России и Китае по развитию банковской финансовой системы, торговли, возможно, переход на какие-то совместные валютные операции, когда действительно доллар будет постепенно вытесняться целиком или полностью, как минимум, из азиатской торговли. А каковы приоритеты в реализации инициативы «Один пояс, один путь», которая в 2023 году исполняется 10 лет, что следует сделать, чтобы эта инициатива открывала странам и регионам еще больше возможностей для развития? Я обратил бы внимание, что инициатива «Один пояс, один путь» – это, конечно, грандиозный китайский инфраструктурный проект. И у России очень аккуратное отношение к нему, потому что, с одной стороны, очевидно, что российское руководство поддерживает саму по себе идею создания дорог, которые пересекают весь мир, облегчают торговлю, делают ее более простой и, так сказать, более изящной. Но, с другой стороны, это все-таки китайский проект, и Россия не может быть просто частью какого-то чужого интеграционного проекта, в то время как у России есть аналогичные проекты, которые могут в прямом смысле сопрягаться или быть близкими. Это, например, Большое Евразийское партнерство, это сама все системы ЕАЭС, и в этом плане, на мой взгляд, все системы, как взаимодействовать, у нас разработаны. Китайский проект, скорее всего, потребует еще дополнительных вложений. Судя по всему, китайское руководство потребует вложений плюс 15%. Сегодня уже вложено более триллиона долларов, но отношение к проекту у разных стран сложилось неоднозначно. Например, многие страны действительно подняли свои экономики на китайских капиталовложениях. Но, с другой стороны, многие европейские страны бьют тревогу, говорят, что Китай ставит под контроль многие системы перевозок, порты, прежде всего, в Греции, в Италии, в Германии. И поэтому, как они говорят, очень опасно. Поэтому мы понимаем, что будет расти и противодействие этому проекту, чтобы не дать Китаю перехватить инициативу. Тем не менее, надо понимать, что проект «Пояс и путь» заметно оживил мировую экономику, мировую торговлю. Он заставил людей задуматься над тем, насколько проста и легка должна быть система перевозок и торговли. Но при этом нам не надо забывать, что торговые пути не могут идти только из одной части мира в другую. Проще говоря, из Азии в Европу и вообще дальше на Запад. Надо создавать и новую товарную массу, в том числе и в России, и во многих других странах мира, чтобы они шли из западной части в восточную часть. Тогда это, во-первых, будет выгоднее. И, во-вторых, надо понимать, что Китай создает лишь каналы взаимодействия. А вот наполнение каналов – это общее дело многих стран. Спасибо, Алексей Александрович. О том, куда идет Китай и какое место занимает в этом большом пути Россия, нам рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова